Ребята, всем привет, с вами Александр, только у нас закончился турнирчик по Архелончику, да, в общем-то я его получил, но напоминаю, что видео про динозавров переехало на канал Jurassic World Ru, здесь основной контент по динозаврам, так что не зевайте, переходите, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Так, вот, в общем-то, вот такое вот существо, у меня, как видите, его не хватает, потому что он ушел у нас на мегархелона, ну, по крайней мере, максимального уровня, такая вот у нас черепашка, давайте сейчас посмотрим, что у нас есть, в общем-то, интересного, так, вот здесь у меня немножко динозавриков переехало, Так, ну вот, этот кусочек я, ребятки, видел, я все видел, то есть оно все-таки постепенно, да, то есть я не могу расширить как-то это слишком быстро, ну, давайте будем потихонечку, потихонечку, а, расширять, ух ты, интересно. Ну, вот, как-то так, пусть будет так, потратили мы на это пару лямчиков, давайте смотреть, что у нас есть по турнирам, так, есть вот эти два матерых, два матерых турнира есть, так, это уже мой аккаунт, И здесь жестячок, вот сюда мне хочется пойти, потому что здесь птерозавры и травоядные, можно там поприкалываться, травоядными, по крайней мере. Так, а что у меня там по инкубаторам? Так, вот, у меня уже мегархелончики тоже, 4 дня они тут росли потихоньку, и, наконец-то, доросли. Давайте мы сюда пойдем. Так, вот такие вот у нас есть архелончики, мегархелончики, ну, мегалодон плюс архелон. Кстати, да, мегалодонов нужно восстановить. Так, а, кстати, что мне тут по громкости? Вот так. Вот так будет значительно лучше. Так, этого парня давайте тоже накормим. Он такой, это у нас что, типа тунец или что-то подобное? Красиво он кушает. Давайте будем потихоньку его эволюционировать. Доллары, ладно, не буду тратить пока что. Сегодня у нас серия не об этом, мы пойдем сражаться. Так, это неинтересно, это неинтересно. Это копейки какие-то, ау, блин, 5 баксов. Смешно, ну, ладно, даю бери. Кстати, здесь довольно много попадается мне за, короче, баксов, баксов и всяких событий. Здесь, конечно, нет, я пока что еду беру по миллиончику, надо восстанавливать, а то много чего я тут накормил. Так, ну, ладно, погнали. Давайте сейчас будем разбираться вот с этим турниром. Так, ну, хотя, в первостепенно нужно проходить, естественно, вот это, потому что здесь дают 30 баксов. Копейки, конечно, но, но тем не менее. Так, а нам нужно вот сюда. Давайте мы травоядненьких каких-то возьмем. Давай, вот тебя. Он, скорее всего, подменится. Потом вот тебя, а вместо тебя хищничек пойдет. Давайте, ладно, для разнообразия циррозину возьмем. Так, я правильно вообще выбрал? Афиг его знает. Ну, попробуем. Попробуем. Он сменится на травоядного. Травоядное я завалю хищником, цыпленком, а там разберемся. Так, а мне паразавр за один удар хоть не пробивает, блин? Скорее всего, пробивает. Не, не пробивает, слава богу. Ух. Но он атакует, вот гаденыш. Ну, мы, мы сидим, мы сидим, мы терпим, мы ждем. Так, у него сейчас будет три. Так, а там, это кец или, да? Это с бонусом. Ладно, наверное, нету смысла подмениться, хотя... Кто его знает? Посмотрим, посмотрим. Просто Манна Сиготоп сильно пострадал уже. Так, ну я не хочу тратить лишние баллы. Ууу, блин, он сидит в глухой защите, вот гаденыш. Давайте, я поставлю в защиту, ха-ха-ха. Все, он полностью открылся. Очень, очень хорошо получилось. Я его перехитрил, пересидел. Даже придется пробить вот так. Не ожидал. Ха-ха, я не думал, что Манна Сиготопс меня вообще кого-то убьет в этом бою. И это, притом, 30-ый. Я даже 40-ого не взял. И Сегнича даже не взял максимального. Блин, ну тут он меня пробивает. Хотя это, кстати, очень даже хорошо. Видите, у противника как раз хватало очков, чтобы меня пробить. Даже если бы у меня было 3 в щит, он меня бы пробил. Это очень тоже круто. Мы по факту заставили его проатаковать нас. Так, ну и Сегнича оставим немножко работы. Это Кецель. Мне как раз редких Кецеля не хватает в Джурасик Волдилайве, чтобы сделать Кецериона, последнего гибрида, который у меня еще не создан. Но пока я их насобираю, появятся новые, я так чувствую. Так, опа. Опа, опа, опа. Ну мы, естественно, суперудар применим. Вообще, изи катка. Изи очень получилось. Птерозавры травоядные, это легкая добыча. Кря! Такая вот бухточка, такой заливчик. Гавань такая красивая. Ну, естественно, у нас тут кто-то сбегает. Это делается 2-3 раза подряд. Это как-то даже глупо смотрится. Так, так и так. Давайте вот так возьмем. Он подменится. Потом вот так. Ну, в смысле, не вот так, а вот так, а вот так, вот так. И одного хищничка сюда возьмем. Ну, в принципе, расклад тот же. Только вот метриофодон, ну, подменяться не обязательно. Он меня бы за 2 удара и так пробил. А хотя, да, но пробил бы. Если был бы бонус. Давай, подменяйся. Смотрите, упорно не хочет подменяться. Ну, давай вот так. Я же его тоже за 2 пробиваю. Изи-бизи. Так, ну, этот меня атакует сейчас на 2, железобетонно. На 2 из 3. Ну, и я его атакую на 3. Да, 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 да. Я его атакую на 1, 2, 3. Ну, тоже все очень легко получается и быстро. Ну, здравоядные. Эптерозавры это моя любимая добыча. Так, ну, а ты что будешь делать? Ну, вообще не должен атаковать. Но проатаковал. Пробил, да? Нет, не пробил. Ха-ха. Как в прошлой серии получилось, ребят. А, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. 46-й сигнич был. Кстати, я не обратил внимание. Это редко бывает. Обычно высокий уровень имеют всякие там, слабенькие. Их там вкачивают до 2000-3000 уровня. Блин, ну вы серьезно? Третий раз подряд. Блин, а после каждой битвы? Не хочу я этим заниматься. Так, идем дальше. Во, во, во. Тут у нас уже амфибии, амфибии, амфибии. Так. Ну, у нас по птерозаврам туго. Нету птерозавра с большим количеством жизни. Вот. К сожалению. Допустим, если я возьму вот этого парня. Ну. Вот этого, допустим. Он подменится на птерыча. Что, взять травоядного? Вот этого. Ну, давайте попробуем. Высока вероятность, что мы сольемся. Но, может и нет. Ну, неплохо. Я два удара выдерживаю. Но от мет... А, это у нас даже диморфодон. Это не метриофодон. Это диморфич. У него атака послабее. 3 700, но жизни десятка. На 329-м-то уровне. Не, давайте посидим. Не хочется мне так его атаковать как-то. Блин, походу придется. Насобирал много баллов. Ну, в смысле, целых 4 уже, да? Целых 4. Ну, мы легко пробьем его Монастега Топсом. На 3, блин. А вот гаденыш. Приберег 1 балл. Придется мне на 4 оттачить. Блин, не ожидал. Если... Ну, ничего, ничего. Пока что мы еще боремся за победу. Блин, а Монастега Топса, наверное, стоило защитить все-таки. Хотя, 5 баллов у него. На 4. Опять на 4 из 5. Вот гад. Но мне тут атаковать на 3, а у него может быть 5. Ну, победа, в общем-то. Изи-бизи. Хух, он не перенес балл. Тогда вообще мы в недосягаемости. И челюха такая на бок. Ну, все, микропозаврик. Ты микроскопическая угроза для нас. Два удара и хана. Вот и все, ребята. Так, давайте нам тут главный приз. Оооо, у нас тут 5 битвы. О, мое. Ну, что-то я думал в 3. Куда я смотрел? Даже не догадываюсь. Так, ну ладно, раз такие пироги... Давайте разберемся тогда с амфибией, но вы поняли, с кем. Давайте возьмем... Гаргазуха. Гаргазуха возьмем. Индораптора возьмем. Это как приманка. Это мы съедим. Ну, давайте Гаргазуха возьмем. Так, а хотя, блин, меня Метриофодон за один удар пробьет с бонусом. Этот меня на 2 протачил. Слушайте, на кой... На кой фиг я тут, это, Гаргазуха первым поставил, чтобы ты на Метриофодона подменился? Вот, молодец. А то было бы опасно. Может, стоило его и пробить, конечно? Ну, а в таких раскладах нет, не стоило. У нас все отлично. 5 битв, ребята, целых 5 битв. Блин, что таких турниров раньше не было? Раз, два, раз, два, три. Так, ну Юлия заберем еще Индораптором, а Гаргазух старший доделает работу, которую сделал Гаргазух младший. 220-го пробьет. Больно было. Ну, вообще, все как по маслу у нас тут складывается. Все, вот, четвертый бой, вообще, изи-катка. На все четыре. Проатаковал. Легкотня. 8 ударов, ребята, Гаргазуха. Ю-ху-ху. Сколько будет суммарный урон? 71 тысяча. Так, ну и последний бой. Ха-ха-ха-ха. Интересно, а можно его затащить тремя амфибиями? Я самую сильную амфибию свою, конечно, уже использовал. Ну, давайте попробуем. Расклад не в нашу пользу, потому что у нас в два раза меньше здоровечка, а вот с жизнью у нас... Точнее, да, удар у нас примерно одинаковый. Мы в проигрышной ситуации, конечно. Но будем стараться. Был бы Гаргазух, было бы все вообще надежно. Так, ну этого пора пробивать, парня. 9400. Так, какой удар у цыпленка? Ну, наверное, пробьет нас, да. 1800 пробьет нас за один. Атакует на 3, 100%. Один балл прибережет. Ровно на 3. Блин, громадный он такой, головешка здоровенная, блин. Он больше рекса. Так, давайте теперь... Плоскоголовый, метапазаврик наш. Блин, надо атаковать на 4 минимум, да. Раз, два, три, четыре. Ну, все хорошо. Все, изи катка. Метрика тоже сейчас пробьем. Но уже астапазавром. И опять на 8 у нас, короче... А, блин, не на 8, на 6. Все равно у нас... Мы завершаем бои нашими суперударами, ребята. Очень, очень круто получается. Великолепно, законченный бой. Прям как в шахматы сыграли. Все четенько, без ошибок у нас прошло. Ну и за 5 битв... Тут вообще должна быть, блин, дико крутая награда. Она вообще нифига не крутая. О. Ну, по крайней мере, набор защитит свою территорию. О, Мозик! Ничего себе! Ребята, ну, неплохо. Правда? А Мозик у нас же сейчас как бы уже... Подбафлен и помощнее, чем были. В принципе, довольно-таки... Неплохая награда нам попалась. Так, давайте поставим задание на мясо. Так. Ну и, ребятки, не забываем подписываться на канал. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.